Ответственные мужчины, это всегда хорошо в органах. Анна, вы очень наивный человек. Вы до такой степени наивный человек, что прям я удивляюсь. Знаете почему? Если будет результат, поверьте, не от того, что вы сегодня были на приеме без видеозаписи, аудиозаписи и то, что он с вами мило разговаривал. Будет результат, потому что была до этого поднята уже такая буча и на такие уровни вышла. Ему сейчас там пистонов таких наставляет, поэтому он лично изучит дело и все остальное. А то, что сам факт, что он вас проигнорировал, ваше право на ведение, даже не говоря о видеозаписи, хотя бы аудиозаписи, то, что вы сегодня были у него на приеме, говорит о том, что он очень глубоко непорядочный человек. И поэтому вы зря думаете о том, что он, скажем так, сделает что-то для вас. Он максимум будет делать не для вас, более того, он вам прямо сказал. Если будет дано указание руководства или прокуратуры о том, чтобы дать персональные данные, он вам даст. То есть он, скажем так, вам заранее обозначил, что вам ни хрена ничего не даст. Идите, обивайте пороги, глотайте пыль в таких кабинетах и тому подобное. Я вот говорю, я удивляюсь, насколько вы наивный человек. Ах, ну все же дадим ему шанс подтвердить свое мужское достоинство. Да нет там никакого достоинства, я вам говорю, вы... Владимир, ну я таки склонна верить людям, не знаю почему. Вот посмотрим потом по результатам наших. Это же уже совсем скоро, 12 число, через 10 дней. Давайте 10 дней дадим человеку показать, ну как бы, свою эффективность. И может быть действительно есть на кого надеяться. Анна, вы не уловили мысль. Эффективность, она будет не от того, что вы сегодня сходили без камеры и без ничего поверили в эту лапшу. Вы поймите, что результат получается не от того, что вот сегодняшний поход был, а результат от того, что было до этого сделано. Ну конечно, безусловно, все в совокупности. Мы движемся к результату и каждый в этой цепочке свое имеет назначение, скажем так. Понятно, я смотрю, я смотрю, он вас там хорошо обработал, вы прям как зомбированы уже, прям как после сеанса вот этих вот иговых, понимаете? Нет, ну мы вчера были, вчера или позавчера мы ходили к Калядину Сергею, да, в МВД областное. Мы как бы получили от него, скажем так, благоприятные эмоции. Анна, это вы получили эмоции, я не получил ни одной эмоции, кроме того, что я ему немножко подмаслил, понимаете? Это называется, так сказать, немножко сказать ему приятных слов, чтобы он растаял и, так сказать, почувствовал в себе героя, спасителя, только и всего. А он ничем не отличается от других, таких же, как он. Может быть, нам надо ставку поменять с вами, Владимир, может быть, нам надо ходить и хвалить? Ой, не могу. Я просто, знаете, почему расстроен? Потому что я вам много раз говорил, что нужно все фиксировать. Вы потом... А что мне надо было отказаться от приема и уйти, сказать, ну не разрешаете, значит, до свидания, вот вам заявление еще одно. Значит, послушайте, знаете, надо, что было сделать? Поверьте, он бы вам не отказал. Нужно было включить видеозапись, и чтоб он вам сказал это на это, на это, на видео и запись сказал. У меня есть запись его отказа, о том, что он мне отказывает в этом. Я же вела запись с самого начала, с записью вошла в кабинет. И в сам момент, когда он мне говорит о том, что я нельзя, и это кабинет какой-то такой, то у меня же это как бы записано. То есть вы это записали? Именно на аудиозапись записали сам отказ, чтобы зафиксировать вашу беседу хотя бы на аудио, да? Давайте я вам, ну как бы у меня была включена запись, но чтобы вот сейчас голословно вам не говорить, что она как бы, допустим, читаема, да, мне надо ее сначала переслушать. Мало ли вдруг там что-то произошло, как бы, ну знаете, бывает там плохо слышно или очень далеко стояли там. Ну то есть, чтобы вам как бы прям четко, конкретно сказать да или нет, мне надо хотя бы ее переслушать. Ну понятно, ну вообще надо такие вещи делать в открытую, держишь в руке и чтобы никаких помех не было. Я просто много раз сталкивался, когда люди радостные, я записал, я записал, начинаешь слушать и просто весь просто, правда, аж трясти начинаешь, потому что кроме шороха и невозможности что-то там прислушаться, ничего не слышно. Просто берешь, достаешь телефон, включаешь запись, держишь в руке, не в кармане, не где-то там еще где-то. Ну я так понял, у вас где-то... Видимо, меня это все научит вся эта история, в открытую прям телефоном снимать и стоять до последнего. Анна, я давно уже сделала вывод, знаете, вот есть такая поговорка, Горбатова только могилы исправит. Понимаете, о чем я? Ничего вас никогда не научат. Звучит обидно. Звучит обидно, но это факт. Ничего вас никогда не научат, никогда. Ну я же уже зашла с видеозаписью в кабине, в том смысле с диктофоном, с этим записью. Я же уже была на пути к этому самому решению. Просто я вот, он как бы начал как-то юридически мне все это объяснять, что это какой-то режимный какой-то объект, режимная территория, что здесь ее как-то причина. Я вам все правильно сказал, все правильно сказал, у меня об этом написано, если смотрите мои видео, ролики, комментарии, я же все написал. Да, режимный объект, ради бога, прошли, сели, зашли в кабинет и в кабинете спокойненько все включили. Почему вы оставляете свои вещи в каком-то там, блять, хочется ругаться, лотке и тому подобное. Вы поймите, блять, у них, сука, в инструкции написано, что вы имеете право проходить, блять, с телефоном, с чем угодно, куда угодно. Единственное, вы должны выключать на период, пока вы там проходите. Но когда вас заводят в конкретное помещение, где с вами ведут личный прием, личную беседу, вы имеете право там вести и аудиозапись, и видеозапись, понимаете? Ведь вы же смотрите мои видео, вы читаете комментарии, и вы сейчас на радостях такие, что вот вы там что-то не поняли. Так нужно же морально быть готовым, юридически готовым, чтобы сказать, нет, уважаемый, с чего вы решили, что я должен телефон оставлять в вашем лотке? Да кто там лапать будет мой телефон? Может, вы там информацию у вас там какую-то вытащите? Это ваши личные вещи, они должны находиться при вас. Если мне какая-то мразь бы такое сказала, понимаете, он бы, во-первых, мне не сказал, у него язык бы просто не повернулся бы такое сказать. Я бы ему максимум сказал, да без проблем, я выключу, как вот говорила Панфилова, как говорили там вот эти все люди, с которыми мы проходили. Я говорю, я не снимаю, я опускал камеру, все, я не снимал коридоры, мне это неинтересно. Мне интересен сам разговор именно с начальником, каким выводом мы придем, какие обещания он надает, чтобы потом я мог ему это предъявить. А сейчас что вы можете предъявить? Вы даже не можете доказать, что вы у него были. Ничего не можете доказать. Он скажет, да, молодая женщина, я вас вижу первый раз. С чего вы взяли, что я вам это обещал? А то, что там сейчас произойдет, да, понимаете, вот как бы заход солнца, восход солнца, это не от него зависит. Его задача сейчас только, скажем так, напрягать булки и делать то, что сейчас ему свыше будут говорить. В частности, прокуратура и руководитель ОМВД, у которого мы были, понимаете? Все. Если бы он хотел что-то сделать, он бы это давно сделал. Он бы не допустил это до вот этого срока, который произошел. А вы сейчас прям так, прям восхищены. Я не знаю, может он вам внешне там как-то симпатизирует. Я не знаю, может голос какой-то. Но я не знаю, может улыбался очень хорошо. Может зубы красивые, улыбка там милая. Я не знаю, почему вы такие вышли довольные. Владимир, я замужу, о чем вы говорите? Я говорю, я вас слушаю, я понимаю, что такое ощущение, что вы под каким-то эффектом находитесь. Я уж не знаю, что там. Вы у него пили там что-нибудь, там чай, кофе, что-нибудь предлагал, нет? Нет. Ну слава богу, будьте аккуратнее с этими вещами, ни в коем случае. Ой, Анна, Анна. Ну вы меня удивляете, понимаете. Ну как, как идти к этим упырям и даже аудиозапись не вести? Ну что они могли, как он мог обосновать неведение аудиозаписи? Хотя бы аудиозаписи. Я уже не говорю про видео. Что может запретить вести аудиозапись? У вас что на аудиозапись зафиксируется, как кабинеты у них находятся? Как я не знаю, что? Просто я не понимаю этого. Вообще, как это вы оставили свой личный телефон в каком-то там лотке? Кому вы оставили? Ну там под замочком все. Под замочком. Боже мой, боже мой, что с людьми происходит? Вот я не знаю, вот можно придумать все, что угодно. Главное с умным таким деловым видом говорить. Снимите, я не знаю, там штаны. И люди будут снимать. Потому что главное, кто говорит и как говорит. А вот подумать головой, зачем они это делают, на основании чего они это делают, они не могут. Хорошо, Владимир, я вот в следующий раз, у него три приема в этом месяце, я вот в следующий раз напишусь к нему на прием, и прям вот буду так, вот как вы говорите. Я прям приду, и вот нет, все, вот так, вот так вот. Анна, в следующий раз, я говорю, я сегодня просто проспал. Я говорю, у меня спам на этот телефон уже просто задрали. Уже, я говорю, у меня телефон просто, я его, звука у меня его нету. Я все, забыл про телефон. Я не знаю, звонит мне кто-то, не звонит. У меня постоянно идут звонки Постоянно спам идет Все, какая-то мразь вот это сделала Я в мегафон звонил, бесполезно Говорят, они не могут ничего с этим сделать Это вот какая-то херня идет Заказанная, специально проплаченная Кто-то специально это делает То есть кто-то платит деньги, чтобы мне блокировали телефон То, что касается следующего приема Обязательно это записывайте Но давайте мы договоримся так Что мы не в день, когда уже это происходит Там созваниваемся, когда кто-то уже едет И тому подобное, а хотя бы накануне Накануне, понимаете Я опять же, вы мне вчера аудиозапись сбросили Думаю, ну ладно, значит завтра никуда вроде не идем Потому что вы, ну будем писать Ну думаю, ладно И все, отключился и проспал Я говорю, вот только-только с кровати встал Ну ничего, бывает такое Да, а в следующий раз пойдем именно вдвоем И я вам покажу, как с ними нужно разговаривать И пускай он меня не пустит Конечно, я сделаю как положено Я выключу видеокамеру Пройдем в его кабинет Ну я там включу Ну я ему даже предлагала в коридоре поговорить Я говорю, если здесь нельзя разговаривать с записью Давайте в коридоре пообщаемся Он мне говорит, я не буду общаться в коридоре Так вот, понимаете, самое интересное Если бы я там находился И он понимал, что вот это все фиксируется Он бы не вел бы себя так Он себя позволил так вести, потому что он знал Что это не фиксируется И никак ему это не приплывет Понимаете? А если бы он со мной начал так разговаривать Во-первых, было бы очевидно Что я бы вот эти его, скажем так, ужинки Такие девичьи бы там Хочу, не хочу Бы зафиксировал И выложил бы И на это посмотрело бы и руководство И, скажем так, люди Которые смотрят мои видео И он бы просто себя так не вел Самое интересное Ведь он себя ведет крайне недостойно Даже вышестоящее руководство Себе такого не позволяет Понимаете? Вы посмотрите У нас вообще проблем не было Мы спокойно прошли Никто нам ни слова не сказал Что там запрещаем виде съемку И тому подобное Выключить и тому подобное Все, конкретно личный прием назначен Провели соответствующую комнатку Ничего не ограничивали Вообще, я как бы был даже удивлен Такой вот достаточно Понимающий ситуацию Что никто ничего не запрещает А тут человек ждет Наличный прием Знает, что человек имеет право Фиксировать это все И он начинает какие-то условия ставить Оставьте телефон Нет, мы пройдем туда Но, ради бога Сделай кабинет там Где у тебя нет режимного объекта Чтобы через него не проходить Какие проблемы? Ну, ради бога Пройти там до твоего кабинета Ладно, можно выключить Но это не означает Что нужно свои личные вещи Где-то оставлять Это не означает Что это В личном В кабинете его нельзя производить Видеосъемки Или аудиозапись Ну вот Понимаете Это все от того Что Они чувствуют людей И они понимают Где они могут себе позволить Так вести А где не могут Со мной бы он так бы не стал разговаривать Просто бы не стал Вот мы в этот следующий раз проверим Вот проверим Вот я тоже вам говорю Я вам просто покажу Как это делается Хорошо, Владимир Договорились Ладно, в общем Пока надеемся У нас тут осталось Две недели Скажем так Венец нашего всего Всех наших действий Это как раз До 14-го числа 12-го у нас Выходят сроки По решению Дополнительной проверки 14-го у нас Выходят сроки По ответу прокуратуры Вот Ждем, значит Ну им надо решать эту проблему Уже надо эту проблему решать Они так уже затянули Они понимают Что дальше лучше не будет Будет только хуже По идее Они должны разродиться Разрешиться с этой проблемой И дать наконец нам Все, что мы хотим Либо возбудить уголовное дело Либо дать персональное Владимир Он еще попросил меня Предоставить им данные Ну то есть Видеозапись Которая у нас С Галимовым Первая была Когда я разговаривала По телефону Вообще Как бы начальник В процессе разговора Он неоднократно Мне сказал О том, что Да, он здесь видит 159-ю статью Но ему нужно Для полного комплекса Все это Для рассмотрения Увидеть все материалы Потому что Чего-то То, о чем мы говорим У них еще нет Его не может Как бы То есть Он прям Не топил Как основная масса Сотрудников За Гражданско-правовые отношения Да, вот За договор Он прям Почему-то Именно вот О мошенничестве Анна Там нету никаких Гражданско-правовых отношений Их там Принципи нету И быть не может То, что они там топят Вот эти Я не хочу их, конечно, ругать Но на мой взгляд Это умственно Отсталые В юриспруденции люди Потому что Здесь очевидные Мошеннические действия Именно диспозиция Этой статьи Говорит о том Что обманным путем Получают Некое имущество И понимаете Вот все это А уже под каким предлогом Либо вы там В карты играете Либо вы Вы там Я не знаю Договор какой-то Заключаете Это уже способ Не имеет значения Главное Результат Главное то Что он Изъял ваше имущество Обманным путем Под видом Якобы он там Окажет вам Какие-то услуги Нормальные люди В 22 часа ночи Не приходят Нормальные люди Не скрывают Свои персональные данные Нормальные люди Не вымогают Деньги Понимаете Если не сошлись Какие-то Назовем их так Договорные отношения Человек просто Возвращает чужое имущество И на этом все расстается А не то Что мы его бегаем И ищем Понимаете У человека Сколько месяцев Была возможность Вернуть это Имущество Извиниться И тому подобное Если он считает Что он Заключил с вами Какой-то договор И в договоре Вы в односторевом порядке Отказались от него Понимаете Но этого же Не происходит То что он попытался Вам якобы Вернуть плату Я во-первых Не знаю Что он нам попытался Вернуть Что он хотел Хотел ли у вас Какое-то физическое Воздействие оказать Психологическое Либо еще какое-то Он приехал не один Почему вы должны Это пускать себе В квартиру Непонятных людей Которые Ну не представляются Ничего И потом вы не отказывались И говорили Давайте сотрудников полиции Дождемся Давай моего представителя Дождемся Давай эксперта Почему он это делал Явно это неспроста Он хотел У него были планы Что-то сделать Дальше Мошеннические действия Это очевидно Это очевидно И поэтому Сотрудники полиции Которые говорят Что усматривают Здесь гражданско-правовые отношения Они говорят Очень поверхностно Да Они понимают Что вроде как Есть договор Устный Со слов этого Галимова Начинается у меня Опять спам Алло Ань Опять у меня Спам начинается Это сейчас будет Невозможно разговаривать Это просто Я сейчас опять Отключаю Все Понеслась Короче У меня спам Все Ладненько Да Давайте Ну Какая-то мразь Поймать бы ее Руки-ноги переломать Но к сожалению Я не знаю Кто это сделал Я вот не могу Пользоваться телефоном Уже столько времени Ну оно же не бесконечно Оно же все равно Рано или поздно Закончится Закончится Но кто-то Очень сильно на меня Обиделся Потому что уже Уже наверное Около недели Эта херня идет Кто-то много заплатил Я узнавал По-моему 3-5 тысяч Стоит самая дешевая Услуга Заказать этот спам По-моему На один день И тому подобное Короче Кто-то реально Потратился на меня Да Вам должно быть Очень приятно Да-да Ну лавненько Вот опять все Звонят и звонят Ну лавненько Всего хорошего Давайте я вам скажу Так Я давайте вот эти видео Где мы разговаривали С сервисом С Галимовым Вот это все Скину через файл Обменник По ссылочке Вы если что скачаете И этому товарищу Принесете Давайте Да Хорошо Спасибо Вот А по аудио Если там хорошая запись Скиньте я тоже Послушаю Ну если хорошая Да-да Я сейчас вот тоже Сяду спокойно В офисе Приеду Послушаю Должно записаться Техника же такая уже Можно работать Ну давайте Да-да Ланик Ну давайте Все Звонки продолжаются До связи До связи Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok